Всем спасибо за донат и огромный лайк за них, а мы сейчас перейдём на окно и будем дегустировать алкококтейль, который я очень давно не видел. На дегустации у нас сегодня алкококтейль шейка. Вот шейка. Я давно этого шейка, шейку это не кусал, да, давно не пробовал её. А она как бы и не очень вкусная, да, какой-то там алкогольный микс, там состав я вам покажу, крышечка вот такая, да, пьют её только проститутки, да. Возможно, я тоже проститутка, потому что пью, да, такую хрень. Но пьют её в основном только проститутки, да, потому что он как бы на основе спирта всё-таки сделан, да, то есть он из бодяженного спирта. Да, не пивной, вот. Вот, не знаю, он крепкий достаточно, но само-самое понятно, да. Кстати, и проститутка его знакома тоже пела какая-то, да. Не знаю, надо про неё рассказывать, не надо, короче. Пьют его не наливая, прям так хреньшит из горла. Пробка откручивает, всё максимум просто, да. Пьют его из горла прямо, ничего там не пенится, не фигачится, да. Состав нам не интересен даже, нифига. Он, конечно, интересен по сути своей, но я в нём вообще ничего не понимаю. Там такая бурда написана в этом шейке, в этой шейке, да, что вообще я ничего не понимаю и никогда не пойму, да. Вот добавилась вторая пробка в нашей коллекции будет, да. Вторая пробка в нашей коллекции добавилась. Вот она пробка, интересная, конечно. Но чем коктейли, да, эти, я не пойму вообще, чем они связаны с настоящими коктейлями, во-первых. А во-вторых, нафига они вообще нужны, эти коктейли. Ради вкуса только, но это неинтересно, господа. Давайте, как хряпнем сейчас. На запах, короче, это, короче, сахар какой-то, с сахаром пахнет, прям натурально. Да, с сахаром, с крахмалом каким-то пахнет просто. Сахар, кого-то крахмал перемешали, перемололи, и свежий вот только что перемололи, да. И вот такой запах идёт. Бора-бора, бора-бора. Я вообще такой не знаю, что такое бора-бора. А вкус ничего, кого-то жвачку пьёшь какую-то. Это вообще вот прикольно. Вот как у энергетика драйв, да, вкус. Или у какого-то, по-моему, утищенского энергетика, я не помню. По-моему, то ли у дабл эффекта, то ли у драйва, да, вкус жвачки, да, кого-то ты пьёшь жвачку. Вот. И тут такая же хрень, хрень только другая. Если там, это кого-то пьёшь дирол, то тут кого-то ты пьёшь орбит. А писать это как-то совершенно невозможно. Так что давайте ещё хрень. Если вначале вкус был, то он потом пропадает. Да, вот его не чувствуешь уже. А самое главное, не чувствуешь вкус спирта, да, как будто бы его нету. Как будто тут 7 оборотов нету. Если бы это было пивное что-то, оно бы всё чувствовалось, да, оно бы резало просто. Но он не пивной, в этом-то и прикол. Пора уже подводить итоги. Короче, по дизайну мне нравится дизайн. Дизайн хороший. Дизайн вообще отличный. Топовый дизайн. Запах сахара какого-то неинтересный нифига. Вкус необычный, но, наверное, того не стоит. Я вот так думаю. Цена этой бурды была 64 рубля. Это по скидке. Это не стоит того. Точно не стоит того. Это гарантию даю. Крышечка интересная, крышечка интересная, да. Вот эта бурда того не стоит. Тем более она 0,33. И ещё за, как сказать-то, за 65 рублей. А если за полную цену 80, вообще не стоит. Ни вообще, ни капли не стоит, короче. Короче, всё на тройку. Сомнительное удовольствие. Единственный плюс здесь, огромный плюс, что это не пиво. Если вы хотите выпить, но не пиво. Вот что-нибудь лёгкое выпить, но не пиво. Наверное, вот такое, да. Если вас не устраивает джинтоник. Который тоже производится не из пива, а из, да, вот, из спирта, да. Джинтоники тоже есть на выбор. Они подороже на 20 рублей, но они полулитровые всегда. И они производятся из спирта, вот это вот. Ощаковские из экстра, а все остальные производятся из люкса, и, соответственно, по качеству не подороже, да. Ощаковские самые голимые для них. Да, постаревшие технологии производятся по совковой. Вот. Так что я бы выбрал какой-нибудь джинтоник. Вот проглотил бы вместо мной 33 вот этого, да. Джинтоника бы проглотил за 100 рублей. Вообще, хоп, а с одним болотком. И нормально было, да. Вот. А это для меня все-таки сомнительно. Поэтому тройка. А Зак, наверное, бабский коктейль для проституток. Я не всех проститутками называю, но его действительно пила проститутка. Притом знакомая проститутка. Притом женщина. И она потом женилась. Конечно же, ее взяли замуж, да. После половины города. Ну, конечно же, ну, само собой. А как? А по-другому не бывает. На крутом женился с пальцованным. Он к ней на мерседесе подъезжал. Проститутки. О, на крутом женилась. А потом он потерял свой бизнес и пиздец, короче. Но они так и женаты. А на пятерочке работает. Ага. А ты что думал? Сказка попал. Я вот как-то ее вот такие продаю. Которую сама же ее пила. КОНЕЦ КОНЕЦ